МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации телерадиокомпании Гомель, у студии и працу Александр Гамоля. Глядите в этом выпуске. Шебневый завод на базе Глушковицкого родовища будет побудованы до 2019 года. Турнир по сучасным боям на мячах у першыню прайшел в Гомеле. Сюня у православных верников распачался Вяликий пост. А зараз об этом и иншим больше подробязно. Ниаких проверок Министерство антимонопольного рауливания и гандлю с сегодняшнего дня увяло мораторой на проверке гандлевой инспекции субектов гандлю и громадского харшаванья. И он будет денежать до того часу, пока не примут рашение об контрольно-наглядной деянности. Нагадаем, на недавней нараде по поляпшению умов для бизнеса в Беларуси президент Александр Лукашенко запотрабовал скоротить до минимума проверки и выключить дублирование помеж министерствами и ведомствами проверочных функций. Выником этой работы станет указ президента об контрольно-наглядной деянности Украине. У министерства выказали упевненность, что такие изменения приведут до открытия новых предприемств и притоку инвестиций, а так само развития конкуренции. Шебневый завод на базе Глушковицкого родовища будавничного каменю будет побудованы до 2019 года. Об этом поведом министр природных ресурсов и оховы новокольного осяродя Андрей Каухута. Отповедный инвестицийный договор был подписан в минулом году. Проект будет реализованы суместно с Солигорским институтом проблем ресурсосбережения с вопытной вытворчностью. По прогнозах инвестора, плануемый объем с добычей и реализацией каменю складе не меньше, чем 800 тысяч тонн в год. Больше за 15 тысяч жихаров в области вызволены от доплаты сбору на финансование державных выдатков податковыми органами. Еще полторы тысячи рабочими группами, створенными при выконкамах. И они протягивают разглядаться заявы от грамадян. Как выводится, ответная работа у районах доведалась Ганна Ковалева. Жихар Жлобин, Юра Сеноженский, опынулся у лику тех, кто знайшел у паштовой скрыне поведомление об необходимости оплатить сбор по декрети номер 3. Отлик беспрационного стажа почался с того момента, как молодой человек пришел из армии. После оператива устал выбор профессии и час, который потребился на самовызначение. Пошел к прационному месту и профессионному стажировку перекрыл необходимые 183 дней. Я обратился в налоговую службу и направили меня в райисполком. Я собрал документы, я устраивался, проходил комиссию. Все собранные документы рассмотрели и приняли решение освободить меня от сбора. Подобные истории еще у 68 же Хароуш-Жлобинского района. Миновито стольких человек вызвалили от выплаты сбора в связи с тяжкой житевой ситуацией. Это амалькожный другой человек, который вернулся с ответной заявой. Проблемы со здоровьем, смена места работы – наибольшие распространенные причины, с которыми взвертаются люди. Про все нюансы нам рассказали в Жлобинском районе Канкаве. Соправды, про поступление на работу многим требует проходить профессийные, психологические тесты и прационные стажировки. Отбор супрацовников идей вельмедбайный, в некоторых ситуациях на это сходит шмат часу. Если человек документально подтвердил, что проходил процесс працевладкования, его вызволяют от выплаты сбору. Каждое заявление рассматривается индивидуально. Заявление граждан, проживающих на селе, рассматривается с участием председателей сельских исполнительных комитетов для пояснения вопросов, возникающих во время рассмотрения заявлений. Также практикуем привлечение председателей ЖСПК и КИЗов для более глубокого изучения ситуации в семье при рассмотрении заявления гражданина. Рабочая группа жлобинских райвыконкамах – это 11 человек, представники социальной обороны, аховы здоровья, жилево-коммунальные господарки, адукации, милиции, инспекции по податках и сборах. Заявы про мая служба «Одно в окно» с 8 ранницы до 5 вечера. Працует служба и в субботу с 9 до 12 годин. А кроме того, в любой день, тыдня можно свернуться за консультацией на прямую линию. Ганна Ковалева, Игорь Марышенко, Телерадо, компания «Гомель», Жлобинский район. Некольки десятков инновационных распроцовок представили на минулых выходных в Гомельском техническом университете имя Сухого. Там пройшел фестиваль молодежной навыки. Ауторы работ – студенты технического университета имя Сухого, университета транспорта и наученцы областного центра технической творчести для сей молоди. Программа фестиваля познайомила наведовальников с методами проектования и программования технологиями 3D-друку с досягнениями робототехники и створением веб-сайтов. Настолько широка тему представили у першыню – метовые аудитории, молодь, особенно школьники. Ожидаем вызвать интерес у детей непосредственно к физико-математическому направлению знаний, передоведческим знаниям и сотрудничество со школами более плотного в рамках шестого учебного дня. Прав ориентация и занятость – головные меты фестивалю. Школьникам пропонували шерох гуртков, дзеянизм могут увасаблять уже свои идеи. И в будущем Махчима станут студентами одной из представленных тут ВНУ. Протягиваем выпуск турнир по сучасным боям на мячах у першыню пройшов у Гомеле. Аматоров гістарышной реконструкции собрал Палац культуры фестивальне. Подробязности у наступном сюжете. Мой доспех представляет средневекового рыцаря русских земель. Конца 13-го, начало 14-го века – это хлёпанопришивная чешуя, собранная на коже из металлических пластин. До речи, калебоподобным уборам пришлось и саправды змогаться в бои, и он смог бы оборонить своего владельника от серьезных раненьев. Удельники турниру постарались максимально наблизиться до историчной правды. Одинное, что выдает – это сброя. Тут она тренировочная. А вот эмоции глядачау неподробные. Им так само пропонували примерить доспехи и выясненный импровизованный рынок. Вся рода дельников первого на гомешине турниру были на воде джалшины. Признаются, для них это как интеллектуальный вид спорта, где можно доведаться шмать тековых из истории. Занимаясь спортом, ну все не мое было. А как бы позвал друг, дело случая. Ну очень понравилось затянуть, как бы это вошло уже привычкой, как бы стала частью жизни. Нервничаю, как и все, потому что первый раз как бы турнир у меня. Адреналин, вот это когда ты выходишь на сцену и начинаешь драться, это, ну, интересно. Тут створили усе умовы для ознайомления из истории. Мини-макеты средневечных доспехов германской и итальянской вытворчасти 15-го стагодия. Так само стенды по кожным с костюмом с цикавыми фактами. Организаторы кажут, сегодня Гомельшина самая слабая у средневечной реконструкции. В областном центре всего пять клубов ответной тематики. Однако этот турнир – первый крок на шляху до развития руху. В разный который час авторы идеи плануют вывести с поборництвы на областный узровень. Ганна Ковалева, Максим Саюн, Ялген Макеенко, телерадио «Компания Гомель». Далеким концертом у Палацы культуры чагунышника у 30-ти годовый юбилей отзначил Духовый оркестр Гомеля. Адалек своей истории он ведет с 87-го года, коли отримал статус профессийного. Зараз оркестр разъявляется одним из коллективов в составе дзержавной установы Гомельские городские оркестры. Выконывая классичную эстрадно-духовую музыку, у репертуары – творы белорусских композиторов, усусветные хиты минулых годов и сучасных авторов. Его концертные программы близкие не только для подрихтованного слухача, а и для молодежной новодитячей аудитории. Творческий коллектив – сопрацовничая с дзержорами близкого и далекого замежа. В святочный вечер артысты выконали свои лепшие номары. Сегодня у православных верников начался Великий пост. Его отлик по традиции ведут за 7 дней до Велика дня. Все лета он будет продолжиться до 15-го красавика. Пост, присвеченный отмове Иисуса Христа, отъезжен на протягу 40 дзен, який он провел в пустыне перед распятием. От дни посту треба выключить рационы мясные и молочные стравы, яйки, усе тлустое, а так само присмаки. При этом дозволенные продукты рослинного походжения. Рыбу можно есть у два дни у свята Благовещения 7-го красавика и у вербницу 9-го красавика. А кроме того, верники отмавляются от шумных святов. Надо понимать, что пост состоит не только в том, чтобы не вкушать скоромной пищи. Пост состоит еще и в духовном осмыслении, в духовном воздержании. Можно бросить такие привычки, как курение, как матерщина, как озлобленность, как осуждение. И хотелось бы пожелать, чтобы мы постились в меру своих сил, чтобы пост был для нас рассудительным, и пост был покаянным, и пост был с молитвой. И с благими делами. Это и иншая новинка вы можете найти на нашем сайте, в интернете по адресе www.tvrgomil.by. Далее у эфиры «Спортивный огляд» с новинами спорта. Вас познайомит Максим Савин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова